Добрый день. Свою деятельность в области защиты прав человека мне пришлось осуществлять с 2000 года. Это период второй военной кампании в Чечне. Это был самый активный период проведения контртеррористической операции на территории Чечни российскими войсками. В тот период я возглавила юридический пункт от кровозащитного центра Мемориал. В городе Грозном. В основном наша работа заключалась... Мы осуществляли мониторинг событий, происходящих событий в Чечне. И оказывали бесплатную юридическую помощь тем лицам, которые обращались к нам по поводу похищения, исчезновения, убийства своих родных и близких. Эти люди пропадали в результате неправомерных действий со стороны спецслужб, со стороны системы в целом. Сейчас на ваше обозрение я предоставлю некоторые фотографии того периода. Это часть того разрушенного города Грозного, школ, больниц, домов, учреждений, жилых секторов. Вот в таких условиях мы жили и работали, как многие другие жители республики. Это наш коллектив совместно с коллегами из Назрани и Московского офиса. Это наш Грозенский офис. Это фотографии, сделанные во время протеста жителей по поводу похищения, убийств родных и близких. Для наглядности я приведу статистические данные о похищенных, убитых, без вести пропавших за 2002 и 2009 год для сравнения. В 2002 году, это статистика нашей организации «Мемориал». В 2002 году были задержаны 544 человека, и это к тому, что не очень полные данные, не все данные. Из этих 544 человек, 91 человек были выкуплены у представителей силовых структур. Убиты были 81, пропали без вести 372 человека. В 2009 году было похищено 90, из них 10 убиты, 18 исчезли бесследно, 4 под следствием, 58 были отпущены, или выкуплены, или освобождены. Это кадры университета, это студенты Чеченского государственного университета. Многие из этих ребят подозревались в неблагонадежности. Посмотрите на них, похожи они на террористов. Это погибшие студенты во время обстрела в 2000 году в декабре месяце, когда российские федеральные силы производили обстрел в территории Чеченского университета, и в результате чего были погибшие студенты. Заложниками и жертвами этой войны стали дети, женщины и старики. Сейчас основная моя работа заключается в том, чтобы освещать все происходившее и происходящее, как журналист. Я работаю на сайте Кавказский узел, веду блог. Сотрудничаю с журналом ДОЖ, что означает перевод из чеченского слова. Нынешняя ситуация в целом на Кавказе подталкивает меня и моих коллег с новым формом ведения правозащитной деятельности. Все мы знаем о трагических событиях, о гибели журналистов, работавших в зоне конфликта, правозащитников, адвокатов. Это Аня Калитковская. В прошлом году погибла Наташа Истемирова, наша сотрудница Грузинского офиса, Мемориала. В прошлом году погиб и адвокат Маркелов, который зачастую представлял интересы чеченцев в судах. Все они были активными борцами за права человека и свободу слова. Результатом наших общих усилий, я могу так сказать, был прорыв Европейский суд по правам человека, который стал единственной надеждой на торжество справедливости в нашей ситуации. Сколько еще должно погибнуть мирных жителей, журналистов, правозащитников, адвокатов, чтобы мировое сообщество обратило свой взор на конфликт, который разгорается на Кавказе. Смотрите все эти лица. Это не лица детей, это лица стариков, переживших трагические события в таком возрасте. На их глазах был убит зверский отец этих детей. И таких трагических судьб на Кавказе за дня в день увеличивается. Я пришла к выводу, что сегодня на Кавказе необходимо создать мощную базу правозащитного движения, именно на Кавказе. На мой взгляд, это должен быть центр, который может располагаться в одной из республик в более стабильной ситуации. Функции этого центра я вижу в том, чтобы обеспечить эффективную работу правозащитников на Кавказе. И самое главное, их безопасность. Это одна из самых важных, очень важных целей для меня, моей дальнейшей правозащитной деятельности. для этого мне нужна моральная, психологическая, профессиональная, экономическая и политическая ваша поддержка. Я думаю, что все конфликты, которые сегодня есть на нашей земле, и все те люди, которые безучастны, безразличны к таким конфликтам, волей они являются косвенными соучастниками этих преступлений. Спасибо. Thank you very much. Thank you. Субтитры создавал DimaTorzok